Беременяшки. Я рада, что вы меня смотрите. Я фитнес-тренер и сейчас у меня почти восьмой месяц беременности. Я решила заснять несколько упражнений, которые реально помогают беременным восстанавливать силы и чувствовать себя более активно. Итак, топ-5 упражнений для беременных. Первое. Начнем с того, что вам нужно всегда растягиваться. У вас и у меня идет сильная нагрузка на поясничный отдел спины, поэтому его нужно разгружать. Вы можете приобрести себе большой фитбол, мячик. Я покажу упражнение на нем в следующем видео. Они идеально снимают нагрузку, альтернатива в воде и плаванию. Также не забывайте плавать. Если у вас сейчас тоже летом или есть рядом бассейн, обязательно запишитесь. Очень разгружается спина и снимаются все боли. А сегодня мы с вами поработаем немножко с растяжкой. Мое упражнение номер один – это развинка спины в позе четыре опоры. Мы становимся так, чтобы колени находились четко под бедрами, ваши кисти находятся четко под плечами. Мы делаем круговые вращения спиной, расслабляя и делая более подвижным, при этом позвоночник. Сделайте несколько движений в одну сторону и несколько в другую. Желательно это упражнение выполнять по утрам, по вечерам. Оно хорошо разгружает спину и делает более подвижный вас. Также очень полезно в таком положении находиться малышу в утробе. Ему становится легче двигаться, когда живут вот в таком положении. Поэтому, если вы там читаете или что-то делаете, то, что можно сделать на полу, вы можете делать это в такой позе. Это очень полезно. Разгружается поясничный отдел и разгружается спина. Итак, мы сделали с вами одно упражнение. И сейчас мы раскрываем ноги пошире, и у нас поза ребенка вытянутся и расслабиться, чтобы кисти расслабились. После этого мы сделаем с вами кошку. Кошку мы делаем руками напряженными и максимальным прогибом в спине. Прогнулись, округлились и мягко поднялись. Ваши ноги могут быть чуть шире, чем поза четыре опоры. Продолжайте. Кошка. Очень полезное упражнение. Наверх вы округляете спину, набираете вдох. И когда вы уходите в прогиб, делаете выдох. Дышите. Не забывайте дышать. Вдох. И. Выдох. После этого мы снова отдохнули в позе ребенка. Упражнение совсем несложное, но укрепляет мышцы груди, мышцы рук. Сейчас мы с вами сделаем расслабление пояснично-крестцовой зоны. Для этого вам понадобится сесть в бабочку. Стопы мы соединяем вместе. Хорошо усаживаемся на седалищные косточки. Если попа подвернулась, бывает вот такая поза, вот такая у девочек. Вам необходимо приподнять ваш таз и четко сесть на седалищные косточки. В этом положении вытянитесь спинкой. Представьте себе, что вас вытягивают высоко наверх за макушкой, как гармошечка растягивается позвоночник. И в этой позе мы делаем аккуратный наклон вниз. Бывает такое, что во время беременности, в том числе и у меня, зажимает седалищный нерв. У меня он зажат слева, у вас это правая сторона. И именно эта поза помогает мне вытянуть зажим и расслабить. Становится гораздо легче. И я могу нормально двигаться после этого упражнения. Если ваши ноги не могут раскрыться в полноценную бабочку, постарайтесь перед наклоном слегка помахать крылышками, то есть поразминать бедра вот такими вот движениями. И затем наклоняемся вниз, при этом стараемся удлинять макушку вперед, а за макушкой и весь позвоночник. Очень приятное упражнение. Я вот сейчас прям чувствую, как у меня тянется все в пояснично-крестцовом отделе. И когда вы тянетесь, обязательно дышите медленно, чтобы вас расслабляло это, чтобы вы релаксировали. Вы молодцы. И у нас еще останется пару упражнений. Также вы можете повытягиваться на широких ногах. Это хорошая, отличная подготовка к родам. Можно делать наклоны на одну сторону, на другую. Только делайте их максимально мягко, чтобы не повредить и не порвать ваши мышцы связки. Делайте мягкий наклон на одну сторону с выдохом, а затем на другую. Еще на одну и на другую. Чувствуйте ваш организм, старайтесь себя чувствовать. Если ваши ноги не раскрываются так широко, вы можете их соединить. Если вы чувствуете, что во время беременности ваше тело стало более эластичное, вы можете раскрываться еще шире, чтобы подготовить хорошо себя к родам. Чтобы снять отечность с ног. Это упражнение снимает отечность, выводит жидкость в лимфоузлы, когда мы растягиваем мышцы. И вот сколько чувствуете, столько понаклоняйтесь. Можно задержаться на одной ноге, к примеру, на несколько выдохов. Вдох и выдох. Когда вы дышите, старайтесь дышать прямо в живот, как будто наполняя кислородом все. Дышите глубоко в живот. Вдох и выдох. Еще живот прямо надувается на вдохе, вы должны это прочувствовать. Точно так же подержите наклон на другую сторону. И задержитесь. Вдох и выдох. Животик дышим. Вдох и выдох. Замечательно. Мы отлично с вами передышали. И бывает такое, что уже когда сроки такие, как у меня, в 8 месяц, девочки жалуются, что детеныш сидит попкой вниз. Для этого есть специальный комплекс упражнений на то, чтобы ребенок переворачивался. Как мы будем его мотивировать переворачиваться. Первое, что мы сделаем, это поза пнуга. Мы ложимся на спину, очень аккуратненько, подтягиваем к себе коленочки, слегка приподняли таз, почувствовали растяжение. Можно так же покачаться. И аккуратно себя будем переворачивать вот так вот вверх дном. Таз надо поднять наверх, а ноги спустить назад. Ноги раскрывайте, чтобы не мешали животики. Вы можете так же ноги выпрямить, ну и поднять таз выше. Во-первых, это разгрузит вашу спину, снимет напряжение со спины. Во-вторых, это будет мотивировать вашего детеныша перевернуться головешкой к выходу. Если вы можете, если вы занимались, вы можете аккуратненько выйти в позу березки. Но при этом, вы не должны ощущать сильной нагрузки на шею. Оставайтесь в этом положении. Аккуратненько придерживая себя за поясницу. Сгибайте коленки. И медленно поддерживая себя руками, спускайте таз вниз. Не торопитесь. Оп, спустились. Отлично. После этого полежать, расслабиться и продышать в живот. Дышим. Глубокий вдох в живот. И выдох. О, у меня ребенок проснулся сразу. Вдох. И выдох. Еще один раз. Вдох в живот. И выдох. Чтобы до конца расслабить спину, мы заворачиваем одну ножку на одну сторону. И при этом чувствуем, как растягивается спина. Обе лопатки прижимаем плотно к полу. Это очень приятное упражнение. Голову отворачиваете от ноги в сторону. И затем поменяете. Вторая нога точно так же на бочок. Обе лопатки стараемся прижать к полу. Разворот от ноги головою. Держивая. И когда вы встаете после такой вот пятиминутной разминки, вы встаете всегда через бочок. Еще раз показываю. На бочок ручкой себя подтолкнули и аккуратно встали. Ни в коем случае не вставайте резко с положения спины. Потому что, во-первых, это вредно для спины. Во-вторых, это сильно напрягает связки живота. Чтобы не настимулировать преждевременные роды или болезненные ощущения внизу живота, лучше вставайте на через бочок. Я вам желаю отличного дня. Ждите моих новых видео, где я буду рассказывать про классные упражнения для беременных. Будьте здоровы. Пусть ваши малыши будут тоже здоровы. Всем пока!